Он спасал жизни в пожарах. Работал при ликвидации наводнений в Крымске. Разбирал завалы при обрушении домов на улицах Татищева и Николая Островского. Теперь спасти нужно его. Нужен донор костного мозга. Начинал всё с банального гриппа, так думал Нурлан. Но диагноз оказался страшным. Увезли в Александру Мариинскую больницу в отделении гематологии. Там, конечно, взяли пункцию и уже было известно, что это ликоз. Острый лифобластный ликоз. Вообще были в шоке. Родители не знали, и я знала. Когда он лежал в Питере, было понятно, что его может спасти только донор костного мозга. Сёстры Нурлана на роль доноров не подошли. Сейчас обследование проходят его родители. Но шанс совпадения всё равно невелик. Генетический близнец есть у каждого, но в нашей стране найти его непросто. В российском регистре доноров костного мозга всего 100 тысяч человек. Для сравнения, в Германии более 8 миллионов. Каждый человек может стать донором. Не обязательно он поможет мне, а может помочь другому человеку в данной ситуации. Любому ребёнку, который болеет ликозом. Войти в регистр доноров костного мозга можно и в Астрахани, в медицинском центре, официальном представителе Инвитро в городе Астрахани. С октября прошлого года сеть клиник присоединилась к проекту Русфонда. Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Процедура бесплатная и простая в оформлении. Достаточно прийти в Инвитро, заполнить анкету и сдать 5 миллиграммов крови. Небольшая цена за спасение жизни. Все чаще ты находишь такие объявления, что нужно помочь какому-то ребёнку. Я как мама сама. Ребёнка очень боюсь, что когда-нибудь могу с этим столкнуться. И тем более я столкнусь с этим уже. Рак – это сейчас самая страшная болезнь. И с каждым годом она набирает обороты. И когда это касается твоей семьи, это всегда как разряд ток. Донором может стать любой здоровый человек от 18 до 45 лет. Противопоказаний немного, как при обычной сдаче крови. Добровольцем могут стать люди, которые достигли 18-45 лет, у которых нет абсолютных противопоказаний к переливанию крови с массой более 50 килограмм. И они должны являться гражданами Российской Федерации. Кровь отправляют в лабораторию Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета, где происходит как раз таки типирование. И после этого данные заносятся в общий реестр доноров. Главное условие для волонтёра – быть на связи. Если его генетическому близнецу нужна помощь, то с ним свяжутся. Процедура забора костного мозга сформировала много мифов. Самое распространённое, что это больно. На самом деле, в 80% случаев даже наркоза не потребуется. Чаще кровь берут из вены. С помощью препаратов костные клетки выгонят в кровь. Ещё один способ – прокол тазовой кости. Это займёт около получаса и проходит под местным наркозом. Доброволец сам выбирает способ. Как правило, последствия донорства – лёгкое недомогание, которое проходит через несколько дней. Процедура не так сложна, как поиск донора. Поиск донора за границей – это в первую очередь время, которое для пациентов на вес золота. К тому же, шанс найти генетического близнеца в пределах одного региона выше. К поиску донора для Нурлана подключились его коллеги из МЧС. Кровь натипирование сдали уже более 100 человек. С каждой новой фамилией растут и шансы на жизнь сотен пациентов. Возможно, найдётся и донор для Нурлана. Наталья Фомина, Игорь Нифиденко, Руслан Срывченко, Руслан Асанов, Центр новостей.